Ничего, что связано с сердцем. Мы всегда хотим делать то, что приносит часть. И мы никогда не хотим делать то, что заставляет человека приносить вот эти душевные трудности. Поэтому правило такое, надо всё это делать без всякого ощущения, что я это хочу делать. Просто из чувства долга. А потом, когда человек начинает это делать, проходит несколько минут, и появляется интерес, вкус к этой деятельности. Переключается сознание. То есть, внешнее сознание направлено на желание наслаждаться этим миром, этой жизнью. Спасибо. А вы знаете, как-то надо на столе... Ну, положите вот на стол. Нигде. Да? Ага. О, спасибо ей. Спасибо. Спасибо большое. Ага. Вот так, спасибо. Я раздам их после этого. Хороший сын. Люблю цитерс, да. Когда человек начинает практику вот эту духовную, сначала не хочется, тяжело, а потом постепенно происходит переключение на внутреннее сознание с внешнего. И когда сознание переключается на внутреннее, то становится очень хорошо от этой деятельности, и приятно, и это помогает, приятно помогает. Приятно помогает. Приятно помогает. Приятно. 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 Возв kolejный. Возвратка денег не является причиной. Скорее, ощущение опасности от этого мероприятия. Мужчины часто не готовы полностью свою жизнь отдавать в зависимость от женщины. Часто они, в зачатии рождения, ребенка не воспринимают чем-то серьезным. В отличие от женщин, женщина же очень хорошо понимает, у меня в сердце есть знание об этом, что зачинать ребёнка — это очень серьёзный ответственный шаг в жизни, что его нельзя делать просто так, без всяких серьёзных оснований. Надо включать мобильный телефон, я свой отключил. Итак, вот это очень важный такой момент, который надо понимать. И поэтому хорошо подумайте, всё звесьте, но если близкий человек не захочет расписываться, то не надо его бросать за это, надо подождать ещё. Почему во время прочтения утренней молитвы возникает часто зевота? Потому что вы не включились в молитву. Зевота означает, что сердце не открылось, оно спит. Это решается с помощью некоторых приёмов. Можно включить духовную музыку, которая вдохновляет. Нужно сесть прямо, желательно не двигаться во время молитвы. Можно меньше есть перед сном, чтобы с утра был пустой желудок. Можно помыться под прохладным душем, чтобы не было зевоты. Это тоже помогает. И надо читать молитву, стараться от сердца. Зевота означает, что нет концентрации, невнимательное настроение. Я прожила с мужем 10 лет. До этого мы с ним встречались 6 лет. В общем, всю сознательную жизнь я прожила с ним. Но полгода назад мы расстались. Он агрессивно ко мне настроен. Наша дочка очень переживает, а я морально подавлено. Хочу достойно пройти это испытание, вынести уроки. Не было достаточно информации. Расстались, ни о чём не говорили. Чаще всего кто-то кого-то бросает. Редко люди вместе соглашаются обоюдно разойтись. Всегда кто-то является причиной, а кто-то кого-то бросает. И в соответствии с этой информацией я могу ответить на этот вопрос. Но если вы не предоставите мне эту информацию, а вы вот так положите, чтобы все видели. Святые — это всегда любовь, счастье, спасибо. Вот так прямо туда положите, а потом их раздам. Спасибо вам большое. Надо предоставить эту информацию, тогда я могу дать ответ. Я вот сейчас как раз с этим не разобрался вопросом, а вы поднимаете руку. Я думал, это с этим вопросом связано. Ну, задавайте ваши вопросы. Задавайте ваши вопросы. Если вы молитесь и спите во время молитвы, то до молитвы. А если у вас молитва вдохновенная, то после. Да, но мыться, обмавление всегда до молитвы на тыл. Если у вас молитва вдохновенная, то после зарядка, после молитвы. А если она у вас вялая, то до. Понятно, да? У меня нет детей, по вашим лекциям надо развивать женскую энергию. Надо лечиться также, это болезнь. А что пьяницы и наркоманы, которые встают детей в тот дом, у них тоже развито женская энергия? То есть они родили, а я не родила. Вы знаете, проблема заключается в том, что способность рожать формируется не в этой жизни, а в прошлой. Ну, то есть само по себе бесплодие или трудности в зачатии, это не вопрос, часто не вопрос этой жизни. Иногда человек в этой жизни делает глупости, например, женщины начинают курить, и это сильно ухудшает шансы зачать. Хотя даже и те, кто курит, если у них сильные гормональные функции, они могут зачать даже куря. Такое возможно. Ну, то есть все зависит от силы гормональных функций, которые у человека, на самом деле, возникают в прошлой жизни, а не в этой жизни. Мы уже рождаемся с какими-то предположенностями и задатками. И есть женщины, у которых слабо работают гормональные функции с рождения, а есть которых сильно. Если женщина пьет, курит, бьется головой об стену, еще что-то делает, и при этом зачинает ребенка, и потом сдает его в детдом. Это значит, что она разрушает свою возможность быть матерью. Так? И она сама себя лишает этой возможности, по факту. Но ваш вопрос в сравнении в таком не совсем уместен. Человек должен принимать ту судьбу, которая у него есть. Если вы не можете зачать ребенка, нужно, значит, просто лечиться. И полечившись, помолившись, есть душевное лечение, есть телесное. И ни то, ни другое не надо пренебрегать. Полечившись, помолившись, вы можете реально преодолеть эту проблему и зачать ребенка. Но если вы будете завидовать тем матерям, которые пьют, и думать, что зависть вам поможет зачать, то это не так. Так же не нужно обижаться на меня за то, что я говорю вам правду, что не хватает женской энергии, поэтому вы не можете зачать ребенка. Да? Ну вот, получается, вот, допустим, пьющая женщина, она родила, брала ребенка с детским домом. У меня, допустим, детей нет, я прихожу и беру женскую ребенку на воспитание. Так? Как вы скажете? Это означает, что это ваш ребенок. Вы берете его на воспитание, он стал вашим ребенком. В Ведах описывается, что есть семь матерей у человека. Земля — это тоже мать. Если праведный правитель, его жена — тоже мать. Наставником жена — это мать. Мать родная — это мать. И та женщина, которая кормила грудью на всю жизнь, тоже мать. И та женщина, которая взяла на воспитание ребенка, это тоже мать. Это описано в священном писании. Это не мачих, а там, а мать. Понимаете? Мать. У меня к вам вопрос. Кто более родным является человеку? Тот, кто всю жизнь заботился о нем, или тот, кто дал ему жизнь? Тогда вы ответили сами на этот вопрос. Человек может дать жизнь другому человеку, но не заботиться о нем. И в чем тогда заключается его проявление матери? Поймите, что жизнь дает Бог в конечном счете. Мы не можем ни зачать, ни выносить. Это все божественная энергия делает. Мы же не выращиваем там этого ребенка в утробе? Или вы его выращиваете там, собираете по клеточкам? Нет, вы просто ходите с ним внутри. Все. Так? И тоже, когда зачатие происходит, многие не могут зачать, а у кого-то раз неожиданно зачалось, он даже не ожидал. Но это все не нам, не мы делаем. Это делают высшие силы, понимаете? И так как они это делают, поэтому, соответственно, и в чем заслуга-то? Ну, родила. И что дальше? Заслуга в чем заключается? А если вы воспитали ребенка, то вы для него мать. В этом это сто процентов так. Так? Ну, понимаете, наша культура, она часто разрушает правильные концепции в этом плане. И, например, ребенок, если вас спросит, ты мне мама или нет, и вы скажете, нет, твоя мама тебя сдала в детдом, то вы разрушите его психику таким образом. Надо ему сказать, я твоя мама, и это будет правда. Вам самое главное в эту правду поверить надо. Мы часто в эту правду сами не верим, поэтому дети начинают сомневаться. А потом они все равно это понимают, что ты моя мама. Я не знаю, кто там меня куда сдал. Меня это не интересует. Понятно, да? Не детей не обманывайте своими предрассудками и невежеством. Да? А вы не давайте детям, соседям, об этой информации? Они же видят рост книжки там. Надо их попросить всех, чтобы не говорили об этом ребенку. А если они скажут, то надо сказать ребенку, что это неправда. Это они просто выдумали. Ребенок верит больше родителям, чем чужим людям. Но вы не сможете скрыть от него эту информацию. Поэтому надо давать ребенку соответствующее образование. Объяснять, что мать это та, которая воспитывает, а не та, которая рожает. Это сложный для понимания вопрос в целом. Часто люди не понимают этих вещей. Как развить отцовскую любовь к дочке? Развелись год назад. Она... Он нас бросил. Дочке семь лет. Она его ждет. И любит. Непонятно, как поставлен вопрос. Как развить отцовскую любовь к дочке? Кому развить отцовскую любовь к дочке? К тому человеку, за которого вы спрашиваете? Чтобы к дочери ходить начали. А, вы за него спрашиваете. То есть, он материально помогает, а она же его ждет, а он не хочет. А вы его любите? А? Вы желаете ему счастья в своем сердце? Он не приходит, потому что ему трудно к вам приходить. Мы один смерть прожили, и он ушел к молодости служить. Да. А теперь ему трудно к вам приходить, потому что есть такое понятие, как совесть. И совесть его не пускает. Вы его простите. Если вы его простите, он успокоится, а будет приходить. А если вы его не простите, то нет шансов восстановить отношения. Он так и останется в тех отношениях. А если простите, он может вернуться. У вас есть такое по судьбе, что к вам может близкий человек вернуться назад. Но вы должны путь определенный пройти. Он же не просто так ушел. Вы жестковато с ним себя вели, холодно вот так жестко, мучили его. Он устал от этого, и когда мужчина не получает женскую энергию, он начинает страдать от этого. И потом в конечном счете у него появляется тяга в женской энергии, и он находит ее у чужой женщины. И это непреодолимая сила. Потом уже не остановишь эту энергию, уже ничего не сделаешь с этим. Так действует судьба, она нас воспитывает через такие вот примеры. Но поймите такую вещь, что ваша семья, ну, не совсем еще разрушена, если честно. Не совсем разрушена. Вы, мне кажется, вы уже проявляли эту энергию возмездия на него. Нет еще? Ну, как-то он боится. Он не то, что к вам плохо относится, просто ему тяжело через совесть свою приступить. Вы начните в своем сердце устанавливать с ним отношения. Начните желать ему счастья, прощать. Когда вы почувствуете легкость сердца по отношению, сейчас у вас тяжесть по отношению к нему к сердцу. Когда вы почувствуете легкость, его потянет к вам назад. Поставьте себе срок два года. Я вижу, что через полтора года у вас начнется хороший период. Если вы полтора года, ну, положите на это, чтобы сердце соединить, свои сердца, как бы хорошее отношение установить, то через полтора года есть вероятность, что он потянется к вам и вернется. А там у него в это время будут трудности как раз. Такое возможное в вашей жизни. Спасибо вам большое. Тоже самое мне отвечало на Богородицком, для него попросил. Все те слова, которые вы сейчас мне приснестили. Ну, хорошо. Значит, Господь из моего сердца тоже отвечает. Так же, как вам из вашего. Вы сказали мне, что нужно и можно брать ребенка на воспитание. Но астролог категорически против. Период Сатурна. Как быть? Я должен видеть человека. Я не могу такие вещи серьезные просто по записке отвечать. Кто задал вопрос? Ответа нет. Бывает так, что нельзя в какой-то период брать ребенка. А бывает, что можно. Астрологи тоже ошибаются. Это индивидуальный вопрос. И нужно, если вы на меня ответственность возлагаете в этом ответе, то я должен видеть вас. У меня не складывается отношение с моей семьей. С мамой, особенно с двумя сестрами. Я не общаюсь совсем. Я приемная дочь, старшая в семье. Как детям своим дать любовь и заботу, если я ее не получила? Хороший вопрос. Это по теме сегодняшней лекции. Я сознаю, что это моя карма и хочу исправить все. Хороший вопрос. Бывает так, что в семье человек не получает заботы и любви. Это не значит, что у него в сердце никогда не будет заботы и любви. Это просто наказание, которое пришло с прошлого. Но сердце у всех женщин заботливое и любящее. Надо развиваться духовно. Просто попытайтесь понять такую вещь, что в обычной жизни, в жизни в страсти люди в основном связаны друг с другом только через родственные отношения. И близкие чувства испытывают только к родственникам. Поэтому создается впечатление, что любви не может быть в таких близких, глубоких чувств ни с кем, кроме родных. Поэтому люди и так держатся за родных, думая, что нет других вообще вариантов каких-то близких отношений. Но когда люди начинают заниматься самосовершенствованием, приходят к духовной жизни, то они находят какую-то свою веру, духовную традицию. И там у них появляется своя семья. Эта семья духовная, она отличается от семьи обычной тем, что в духовной семье меньше корыстных отношений. Там тоже есть корыстные отношения какие-то, но их меньше гораздо. Там больше отношений построено на бескорыстии, честности, чистоте. И в этой семье можно проявлять свои женские качества, развивать их. И таким образом учиться в этих отношениях передавать эти качества также и детям. Дети будут видеть вашу любовь к вашим соратникам духовным. Также следует знать, что мать, наставница, которая является духовной матерью, она выше по материнским качествам, чем родная мать. Веды считают, что духовный учитель или наставник, или наставница, они находятся ближе в отношениях с человеком, чем его родные родители. Причина заключается в том, что близость человека с другим человеком возможна только в том случае, если есть духовная сила. Само по себе близость, возвышенная близость, не телесная, а возвышенная близость, возможно только когда человек проявляет духовную силу. Часто мне слушатели лекции говорят, что Олег Геннадьевич, я с вами очень близко знаком, хоть вы меня не знаете. Каждый день слушаю ваши лекции, и у меня с вами очень глубокое взаимопонимание, близость. Это духовная близость. У кого такое чувство складывается? Видите, я многих вас не знаю, но это духовная близость. Я уверен, что мы с вами близки в сердцах, без всякого сомнения. И эта близость рождает те же самые отношения, что и родственники. Это родственные отношения, близкие отношения. И эти отношения выше, чем отношения, которые складываются внутри семьи, потому что в семье часто они имеют эгоистическую природу. А духовные отношения, они бескорыстны. Мне, например, от вас ничего не надо. Если вы просто слушаете мои лекции, я вам очень благодарен за это, на всю жизнь. И мне, в общем-то, от вас больше ничего не надо. Некоторые думают, что я зарабатываю на этих лекциях. Но я не зарабатываю на этих лекциях. Эти лекции идут на духовные цели, деньги с этих лекций. Я же себе на содержание беру минимум. У меня даже нет своего дома. Я снимаю квартиру, я снимаю жилье. Я живу очень скромно и счастлив в своей жизни. Беру столько, сколько мне нужно для жизни. А все деньги с ваших лекций идут на духовные цели. Поэтому и в этом плане тоже нет никакой эксплуатации, то, что вы сюда пришли. Как полюбить свою маму? Вы говорите не о любви сейчас, а о том, чтобы с ней иметь близкие отношения. Вы говорите сейчас о счастье. Часто люди путают любовь и счастье. Им хочется наслаждаться отношениями с мамой, чтобы они были радостными, счастливыми, приятными. Но любовь — это другое. Часто бывает, по судьбе люди не могут со своими родителями строить приятные и близкие отношения. Потому что вмешивается судьба. Знаете, как судьба действует? Когда мы начинаем с кем-то разговаривать. Я уверен, что вы в сердце можете очень чисто и возвышенно относиться к своей маме, если захотите. Но часто людям недостаточно этого. Им надо еще разговаривать. Но как только человек начинает разговаривать, если между ними очень тяжелая судьба, то во время разговора включается боль. И часто это невозможно поменять сразу. Но люди, которые устанавливают в сердце отношения с близкими людьми сначала в сердце, то эта боль и судьба начинают таять. Она тает постепенно. И когда она начинает таять, то близкие родственники смягчаются к вам. Но сначала нужно устанавливать отношения в сердце, означает в молитве. Сердце открывается только в молитве, в духовной жизни. Когда мы молимся, желаем счастья людям, наедине с собой, тихо сидим просто с утра и это делаем, то устанавливаются чистые и светлые отношения со всеми родственниками. Особенно если мы этого желаем в своем сердце. Пробивается вот этот заслон. Когда заслон пробит, то мама тоже хочет поговорить. И потом надо просто друг другу говорить, что мама, вот это лучше мне не говорить, потому что мне тяжело это слышать. И она говорит, хорошо, дочка, я не буду. Если между вами установлены вот эти чистые и светлые отношения, тогда все наладится постепенно. Но карма тяжелая все равно будет действовать, если вы начинаете свое доказывать, между вами боль устанавливается. Поднимите руку, кто вот таким образом уже победил свою судьбу и установил отношения с мамой или с папой. Видите, есть такие люди в зале, вы можете к ним подойти и посоветоваться. Не надо? Почему не надо? Надо давать советы. Если вас спрашивают, надо давать это правильно. Люди, которые развиваются духовно, должны давать советы и принимать советы. Давать подарки и принимать подарки. А? Не надо быть уверенной, просто скажите свой опыт и все. Не надо быть уверенной, не обязательно быть уверенной. Что мне делать? Молюсь, занимаюсь йогой, медитацией. В этом нахожу успокоение и умиротворение. А, не вопрос, это конец вопроса. Вопрос вот он. Благодарю. Так. Угу. С мужем мы с периодическими расставаниями. 12 лет. Это не расставание. Люди, когда живут вместе, между ними возникает боль всегда. И эта боль, чтобы она не была сильной, иногда надо чуть-чуть на расстоянии жить, а иногда поближе, а иногда на большом расстоянии. Но при этом не изменять и не считать, что мы разошлись. Люди часто думают, если мы не живем вместе, все, значит, разошлись. Это неправильно. Надо не так жить. Надо жить то ближе, то дальше, в зависимости от силы боли. Когда есть много боли в отношениях, надо жить подальше, внутренне. Не общаться, допустим, но в сердце желать счастья. И тоже будет такая же близость. Просто судьба иногда дает возможность быть рядом, а иногда нет. Но люди думают, что если мы поживем отдельно, мы расстались. Это не расстались. Это означает, что нет возможности жить вместе. И все. А мы живем раздельно, тоже вместе. Раньше в древней культуре люди так и делали. Им тяжело, они чуть-чуть раздельно пожили, сошлись потом. Поэтому, у меня есть такой интересный пример, есть одна в Венгрии община ведическая, и там нельзя разводиться. Вот если люди развелись, их выгоняют из общины, они не живут в общине. И два человека, муж с женой, они очень хотели всегда жить в общине. Но они почувствовали трудности сильные, очень большие трудности в отношениях. Несмотря на духовную практику и молитву, они не смогли вместе быть. Но они боялись признаться в этом. И поэтому они жили в одном доме, уже не считая друг друга мужем и женой. И так они прожили два года, и потом так же, никому не говоря, опять сошлись. Опять поняли, что им надо быть вместе, подмирились, и никто об этом не узнал. Ну, кто-то узнал. Значит, по этой информации-то меня не дошла. Таким образом, можно понять, что это просто временно. Когда нас разлучает судьба, это временное явление, оно потом может опять так же и соединить. Не надо думать, что это навсегда все. Это неправильно. Но если мы хотим, чтобы было навсегда, то значит, будет навсегда. Много горьких и радостных минут было. Последний год живем отдельно. Я с мамиными родителями, он то командировки, то на даче. Дома детей нет, дома нет. Разговор не получается. Не понимаю я, нужен мне он или нет. А не надо ничего понимать. Удал Бог человека и живите. Придет время, заберет, если он захочет. Но не надо к этому стремиться. Надо просто молиться, чтобы отработать эту карму плохую. Это же ваша судьба. Олицетворение вашей судьбы. Если бы вы это понимали, у вас бы не было вопросов. Часто люди не понимают. Они думают, близкие люди, это просто случайно что-то получилось. Так понимаете? Как они тут. Василий Иванович, Петька приходит в шубе. Василий Иванович говорит, ты откуда шубу взял? Говорит, нашел. А где нашел? Там на улице валялось. Просто так? Да нет, там мужик какой-то в ней запутался. Я еле его распутал. Понимаете, это не запутался мужик в шубе. Это его шуба была. И так же это ваша судьба. Это не то, что мужик какой-то рядом пожил и ушел. Это ваша личная судьба была. И она и есть. Если бы вы это понимали, вы бы не спрашивали меня, что с ней делать с этой судьбой. Вот что с ногой делать? Вот с ногой что делать? У меня нога больная. То болит, то не болит. А сейчас вообще отваливается. Что с ней делать? Отрезать надо и выкинуть. Что с ней делать? А если вторая заболит, вторую отрезать, выкинуть. Кто может на руки отрезать и голову? Понимаете, как бы странно, что мы руки-ноги не отрезаем. Мы отрезаем часто свою судьбу. Ее же не отрежешь, она все равно вернется. Понимаете? Так зачем тогда пытаться это делать? Просто у нас нет знания. Что такое судьба? Да не надо нести записки уже. Гора. А мне лекцию порачивали. Итак, мы много чего не знаем. Веды говорят, что знание облегчает жизнь человека. Вот допустим, человек в стрессе находится. Почему он не спит? Как вы думаете? Он думает, думает, думает. Почему он думает? В чем причина? Вот если спросить человека, почему он не спит, когда он в стрессе, он вам один тот же ответ даст. Я хочу понять, что делать. Я хочу понять, что с этим делать, как с этим жить. Стресс означает непонимание. Вот человека бросили, допустим, он не знает, что делать дальше. Незнание является причиной страдания. Но есть только один ответ на все эти вопросы, только один. Когда тебе плохо, ты не должен ничего делать, кроме того, чтобы соединить себя со святостью. Потому что тебе не хватает счастья, поэтому ты не спишь. Тебе нужно счастье. А счастье в этом мире, оно приходит, то уходит. В личной жизни, в отношениях, в работе, в здоровье, во всем. То приходит, то уходит. Когда его нет, люди мучаются. А надо просто понять один факт, что приходит счастье или не приходит. Внутренняя жизнь от этого не отменяется, и она всегда наполнит тебя счастьем. Просто подожди, и все вернется назад. Иногда судьба занимает, забирает у человека счастье, а иногда нет. Когда забирает, мы перестаем спать. Почему так? Потому что мы не знаем, что делать в это время. А если бы мы знали, что нужно просто думать о Боге в это время. Переключаться на внутреннюю жизнь, когда внешне не получается. Тогда бы не было проблем. Тогда все было вставало на свои места. Вы услышали ответ? У нас сегодня большая серьезная тема, и я думаю, что мы все-таки закончим отвечать на записки, потому что тема очень важная, длинная и требует внимания и времени. И теории здесь недостаточно, все-таки нужна все равно будет беседа с вами. Мы сегодня поговорим о воспитании детей. И в чем заключается особенность на современном воспитании. Первое, что я хотел бы сказать, это то, что у каждого человека есть определенная природа разума. Природа разума означает сфера, в которой человек должен действовать. Причем это не означает специальность, а означает направленность действия. Вот, например, есть четыре конституции разума, или четыре всего природы разума. Есть природа ученого, разум ученого. Есть разум правителя, управляющего. Есть разум торговца и разум рабочего. Они по-разному работают, эти четыре типа разума. Они связаны с тремя центрами разума, которые у нас есть в психике. Верхний центр разума находится в области лба, он связан с энергией знания. Средний центр разума связан с энергией любви, находится в области сердца. Нижний центр разума находится в области паха и связан с энергией времени или самосохранения. Это три энергии души. Мы души, и у души есть три энергии всего. Энергия счастья. Мы хотим все счастья, мы не хотим жить без счастья. Жить без любви не могут люди. Час без любви пропащит час. Нам хорошо, когда мы любим. Человек не может жить без знания. Ну что сказать, ну что сказать, устроено так. Люди желают знать, что будет. Мы хотим знать, мы не можем жить без знания. И никто не хочет умирать. Мы хотим вечности. Третий центр разума в области Паха. Итак, три составляющие потребности, три потребности нашей жизни. Третий центр разума также, они могут по-разному участвовать в нашей жизни. Когда самый верхний центр разума открыт больше всего в жизни человека. Он стремится к знанию всю свою жизнь. А второй светофорчик в центре разума открыт наполовину. То тогда человек хочет знания посвятить людям. Людям означает любви, обществу. Знания посвятить людям. Он считает, что знания спасет мир. Этот человек склонен заниматься наукой, преподаванием. Может быть, священником, преподавателем, лектором. Может быть, врачом, если он обучает людей правильной жизни. Может быть, юристом, если он учит законам жизни. Может быть, тренером, воспитателем и так далее. Понимаете? То есть, человеком, который занимается только одним, он изучает, как жить, и дает знания другим. Специальности может быть сколько угодно. Даже бывает, что человек дворником работает, но при этом занимается тем, что он кому-то что-то помогает в жизни, объясняет. И параллельно подметает пол. Основная деятельность его — это общаться с людьми. Так бывает. Дальше, в следующей категории люди. У них открыт средний светофорчик больше всего, а наполовину верхний. Люди хотят, чтобы в обществе все было хорошо. Они стремятся к тому, чтобы люди сжили правильно, как надо. И используют для этого знания, законы этого мира. Эти люди склонны управлять обществом. Они очень сильно ответственно чувствуют себя по отношению к остальным людям. И стараются заботиться о них, управляя ими и наказывая их. Это природа правителя. Следующая природа, когда средний светофорчик сильно работает, а нижний на втором месте, то этот человек тоже хочет сделать людей счастливыми. Но если вторая категория пытается сделать людей счастливыми через соблюдение правил и законов, то третья категория людей — это торговцы. Они хотят сделать людей счастливыми через богатство, через деньги. То есть они хотят обогатить это общество. Они хотят сделать его самодостаточным. И в результате они трудятся, именно создают отношения, связи какие-то с людьми, с целью извлекать прибыль. Отношения, связанные с прибылью. И четвертая категория людей, когда нижний светофорчик больше всего открыт, работает, а средний — наполовину. И эти люди, они хотят найти в себе стабильность в жизни. Их цель — спокойствие, стабильность. То есть их цель — это любимый труд, любимая какая-то деятельность. И они с помощью этой деятельности хотят людям приносить добро. Но их цель — именно найти себе хорошую работу, творческую работу и приносить пользу с помощью этой работы таким людям. Взять, допустим, специально с врача. Если человек по природе ученый, то кем он становится? Он пропагандирует здоровый образ жизни. Так? Если человек по природе управленец, кем он становится? Да, он становится директором, там, главврачом или еще кем-то. Если человек торговец по природе, кем он становится? Ну, распространяет различные препараты и работает в аптеке. Понимаете, да? А если человек имеет четвертую природу, кем он становится? Врачом, который лечит людей. Фармацепт — это третья категория. А четвертая — это просто человек, который просто людей лечит, помогает, заботится об их здоровье. Просто спокойно лечит, любит свою работу. Понимаете, да? Эти четыре категории. Следует знать, что разум с бухты-барахты не открывается и не закрывается. Каждый светофорчик, его открытость поддерживается в многие жизни. И если человек в прошлой жизни был ученым, он в этой жизни тоже таким же рождается. И в следующей родится таким же. Переключение с одной категории на другую переходит очень медленно. Надо также понять, что категория человека определяется не тем, что ему очень сильно нравится делать, хотя это очень сильно учитывается, а тем, что он может делать больше всего. Может, означает, что ему за это платят деньги. Ну, допустим, мне нравится читать лекции, но больше всего я могу лечить. Понимаете, это уже есть разница в этой категории. Но если мне за лечение не платят деньги, а платят за лекции, значит, у меня первая категория. Понимаете, то есть категория определяется тем, где человек эффективнее всего может поддерживать свою жизнь. Но поймите, что люди часто путают природу человека или его предназначение в жизни, в осуществлении духовного. Допустим, человек говорит, а мне, Олег Геннадьевич, нравится йогой заниматься. Значит, я по предотведи должен это, за это деньги получать, с этого? Нет. Ну, это твое хобби, это твоя духовная практика. Может быть, тебе нравится, допустим, проводить духовные беседы. Это не значит, что ты с этого должен деньги получать. Твоя духовная практика. А где твое предназначение? А твое предназначение там, где ты работаешь, где ты эффективно трудишься, где тебе легко зарабатывать на жизни. Понятно, да, система? Часто люди путают хобби и предназначение, это разные вещи. Хобби — это то, что вас развивает духовно. В конечном счёте, самое лучшее хобби — это духовная практика. В конечном счёте, когда человек развивается как Личность, его хобби становится духовной практикой. Но до этого он может всё, что угодно делать, как хобби. Может, в шахматы даже как хобби играть. Не значит, что ты должен шахматистом работать. Некоторых людей вообще ничего не интересует, и они думают, что их предназначение — спать, есть и сексом заниматься. Это не предназначение, это удовольствие. Предназначение — это то, что мы вкладываем в людей, и это является полезным для них, поэтому они нам платят деньги за это. Никто не будет платить деньги просто так. Все платят за что-то полезное, нужное. Следует понять, что ребёнок рождается со своим предназначением уже, и это не зависит от вас. В полной степени это не зависит. Вероятность того, что у инженеров инженера родится высокая, но не полная. Особенно в нашей культуре, когда мы не соблюдаем правила зачатия детей, живём безнравственной жизнью, чаще всего дети не рождаются с тем же предназначением, что и родители. Но у родителей всегда есть очень сильное желание сделать детей такими же, как я. И это приводит к трагедии потом, большой трагедии в жизни ребёнка. Есть ещё такие трагедии моды. Например, сейчас очень модно всех делать менеджерами, юристами, экономистами и специалистами по международным отношениям. Но сколько у нас в обществе настоящих менеджеров, экономистов, бухгалтеров и специалистов по международным отношениям? Очень мало. Люди в основном не работают по этой специальности, хоть они и престижны. Но родители чаще всего даже не удосужились понять, в чём природа ребёнка, и есть причина на это. И причина та же самая — это страсть или невежество. Объясню, как действует страсть в воспитании ребёнка на вашем собственном примере. Вы сейчас себя узнаете. Вот смотрите, есть определённая логика родительская, которая всегда приводит ребёнка к поражению в его жизни. Вот ребёнок по литературе пятёрку получил, а по математике — тройку. Кто будет больше уделять внимание литературе из вас? Поднимите руку. Ну, несколько человек. А кто математики? Поднимите руку честно. Остальные что, вы сдержались вообще, что ли? А? Одинаково или больше у математики всё? Ну, тогда, ну, дуэшникам стоим в математике. Это вы, значит, уже слушали мои лекции, да? Так, 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 ну-ка, кто? Не слушал? Ну, вы так считаете. Это здорово. Да, здорово. Это признак сильного разума. Поймите такую вещь, что ребёнок, который по моей литературе получил пятёрку и не одну, это значит, что его предназначение уже вскрыто. Маленький цветочек, который чуть-чуть побелел, потом станет большой белой розой. Но он красной розой никогда не станет, понимаете? Но современное образование, оно построено таким образом, что дети должны получать хорошие отметки по всем предметам. И учителя вас будут мучить по этому поводу. Они будут вас терроризировать. Говорят, почему вы не сделали так, что ваш ребёнок, который по литературе одни пятёрки получает, это, в принципе, способный человек, почему он по математике, физике и химии получает двойки? В чём дело? Интересно знать, что воспитание ребёнка строится по системе пирамиды. Вот смотрите, если литература пятёрка, это верхняя часть пирамиды. А математика, физика, химия стоит по бокам. Способность учиться человека зависит от его энтузиазма к учёбе и счастья, которое он испытывает в учёбе. Как вы думаете, где счастье у ребёнка заложено в учёбе? В литературе или в математике в этом случае? В литературе, потому что там пятёрка. Там его счастье и там его талант. И как вы думаете, что ему в жизни больше понадобится, математика или литература? А? Литература на сто процентов. Литература на сто процентов. Потому что куда идёт природа человека, там он будет действовать. Никогда не будет математиком. Никогда. Это стопроцентный факт. Потому что так действует природа человека. Но интересно знать, что если ребёнок очень сильно увлёкся литературой, то постепенно сама склонность к учёбе даст ему возможность по чуть-чуть подтягивать математику, физику и химию. Просто потому, что ему нравится учиться. У него эта склонность к учёбе развилась из-за того, что его направили в нужном направлении. Теперь смотрите другой вариант. Берём, допустим, тот случай, который чаще всего и бывает, хоть вы руки и не подняли из скромности, чувствуя подвох. Вот. Ну а тем не менее, опыт показывает, что большинство родителей все силы потом начинают вкладывать в математику, которая не является природой ребёнка. И ребёнок испытывает жуткие трудности просто, когда целый день ему приходится заниматься математикой вместо литературы, который ему нравится. В результате его психика психику постепенно отшибает от учёбы совсем. И даже литературу потом ему не хочется учить, потому что он испытал очень болезненный и горький вкус от учёбы. Но также следует знать, что современная система образования предусматривает выматывание всех сил у ребёнка. Программа настолько сложная, что даже взрослые не могут понять, о чём там речь. И то, что дети. И детям надо всё это как-то понять, понимаете? То есть все их интеллектуальные силы, которые в этом возрасте, в раннем детском, должны вообще не на это быть направлены. Вот смотрите, есть профессиональное образование, есть травственное образование, есть духовное образование. Как вы думаете, духовное знание ребёнку когда передаётся? А? Всегда. Когда? Всегда. Сейчас я вам скажу. Оно передаётся с момента зачатия до пяти лет. Духовное знание передаётся в сердце ребёнка. Как это происходит? Через молитву родителей, через их поведение. Духовное знание самое трудное для понимания, и оно передаётся ребёнку просто с молоком матери. Оно имеет очень труднопостижимую, понимаемую природу. Духовная сила родителей передаётся в самом раннем возрасте ребёнка, когда он ещё очень маленький. Это происходит на подсознательном уровне, просто от того, как родители себя ведут. Если родители молятся постоянно, для женщины беременной есть только две обязанности. Она обязана молиться и обязана поддерживать своё здоровье. Фактически, обязанности монаха и беременной женщины ничем не отличаются друг от друга. Беременная женщина — это человек, освобождённый от всех обязательств общества, кроме здоровья и молитвы. Мама! Таким образом, даётся возможность ребёнку сильно развиваться внутриутробно, уже духовно, он получает духовное образование, духовное знание. До пяти лет. Когда сердце очень чистое, открытое. Если вы пришли очень рано на лекцию, то вы слышали первую записку. Олег Геннадьевич, я в детстве очень сильно любил молиться, думать о Боге, а потом у меня пропал к этому вкус. У всех пропадает вкус. Если у ребёнка родители, верующие, то ребёнок успевает в детстве почувствовать этот вкус, а потом он возрождается с помощью усилия, силы воли внутренней. Мы не склонны сейчас прямо сесть и молиться. У нас есть внешняя жизнь, есть внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь надо всегда включать, а включать её очень сложно и болезненно. Чтобы сесть молиться, надо себя заставить. Никогда не бывает так, что ты встал с утра, тебе захотелось помолиться. Всегда бывает так, что тебе захотелось новости посмотреть, ещё что-нибудь покушать, поболтать. Но молиться никогда не хочется, надо себя заставить это делать. А люди не привыкли себя заставлять своё сердце активизировать, не привыкли. Они привыкли заниматься чем-то другим. Итак, очень важно знать, что нравственное воспитание человека ребенку дается с 5 до 12 лет. В это время ребенок спрашивает, крошка сын к отцу пришел и спросил от Роха, что такое хорошо и что такое плохо. У меня секретов нет, слушайте, детишки. Понимаете, ребенок хочет знать, где истина, где правда в детском возрасте. Он сильно очень хочет понять, что такое честность, что такое доброта. У него к этому очень сильно лежит сердце в это время. А его заставляют в это время учить математику, физику, химию, литературу. Ему это просто очень тяжело. Когда ребенок в игре находится, в игре в детском возрасте, игра означает энергия любви. Вот чем отличается просто жизнь от игры? Вот когда люди влюбляются, они играют друг с другом. Получается, как в детстве. Они шутят с друг другом, балуются, смеются друг над другом. Это называется любовь. Любовь не означает, типа, садись, я хочу с тобой поговорить. Это не любовь. Любовь означает нежность, доброта, забота, шутки, смех, подковырки. Это как в детстве дети вот живут, так и взрослые, когда начинают любить, они так себя ведут друг с другом. Милые бронятся, только тешатся. Итак, в детстве, а любовь это энергия сердца, из которой же исходит, из сердца же исходит нравственная чистота. Фактически нравственная чистота это способ любить. То есть от нравственной чистоты человека зависит его способность любить человека. Если много нравственных качеств, много возможностей любить. Мало нравственных качеств, мало возможностей любить. Часто люди спрашивают, почему я не научилась любить. Потому что ты училась математике, физике, химии, биологии в этом возрасте. Даже инфузори и туфельки, прежде чем соединиться, они влюбляются друг в друга, как инфузори и туфельки, на их уровне. Не появляется притяжение друг к другу, иначе бы они не соединялись. Но в этом биологии не учат. Биологии учат, как они соединяются, что с ним происходит. Там нет никакого нравственного знания в образовании детей в этом возрасте. Нет никакого нравственного знания. Есть только механическое знание, которое нужно позже, для того, чтобы получить квалификацию какую-то в жизни. Как вы думаете, сколько нужно 18-летнему человеку времени, чтобы пройти всю школьную образованию с нуля? Настолько, насколько этому нужно, чтобы сдать экзамен? Два-три-четыре года максимум. И вот. А? Растянута. Растянута, потому что она предназначена для маленьких детей сначала, потом для взрослых детей. Когда человек вызрел, он может выучиться, чему ему надо, очень быстро. Целую специальность может освоить за месяц, несколько месяцев. Был бы интерес, факт, был бы интерес. И причем взрослый человек знает, как учиться. Он знает, что не надо всю эту Анну Каренину зубрить там. Дети ведь не знают этого, они боятся что-то пропустить. Они все учат там, как эти инфузоры, туфельки закупляются, сколько там чешуек у змеи на дна этой. Они все наизусть учат. Зачем это надо? Это в жизни никогда не пригодится. Даже родители пытаются объяснить, говорят, да ты не учи так сильно, все это не нужно. Основные вещи, как бы, знаешь, чтобы тебе сдать экзамен. А дети, они не понимают этого, у них в сердце вот есть эта честность, им надо все это выучить. И они заполняют свою голову всякой дурью, которой им никогда в жизни вообще не понадобится. Эти какие-то там крестовые походы по годам, надо знать. Ну, на крайней мере, мне нужны эти крестовые походы. Что-то в 12 лет не учите ребенка, получается? Учите ребенка, учите. Просто не относитесь серьезно к тому, что требует учителя. Относитесь серьезно к тому, что требует его сердце. Оно больше всего знает, что ему нужно. Я сейчас вам еще одну вещь смешную скажу. С помощью вашей же... Знаете, что статистика — энергия Бога. Это энергия Бога. Статистика никогда не ошибается. Это божественная вещь. Сейчас я вам уже с помощью Бога докажу кое-что. Поднимите руку, кто из вас когда-нибудь в жизни своей хоть раз, устраиваясь на работу, показывал свой табель с отметками кому-то. Поднимите руку. Смотрите в зал. Так всегда бывает. 5-6 человек из 500. Тогда, извините меня за выражение, зачем тогда это нужно вообще, так убиваться ради этих отметок, если это никому не надо? Я вот свой табель с отметками никогда никому не показывал, даже сам не смотрел никогда. Я даже не знаю, где он у меня лежит. Сейчас. Обратите внимание, как сильно мы об этом заботимся во время учебы. Дети просто с ума сходят из-за каждой этой отметки. Просто с ума сходят. У них психика рушится от этого всего. Они думают, что эти отметки так сильно повлияют на их судьбу и жизнь. Родители заставляют, потому что их заставляет судьба. Они верят преподавателям, которые выполняют учебный план. Некоторые умирают даже. Некоторые умирают, некоторые в психушку ложатся. Я вам приведу один пример. Приведу один пример. Одна девочка, она очень сильно плохо начала себя чувствовать, и она не смогла, психически плохо себя чувствовать, не смогла учиться по программе школьной. Она все хуже, хуже начинала учиться, хотя раньше училась очень хорошо. Мама меня спросила, что делать? Учителя считают, что девочка попала под дурное общение. Я начал изучать, вижу, что ребенок находится в плохом астрологическом периоде, и что если дальше ее будут заставлять учиться, она просто будет срыв психики, и она попадет в психушку. Есть два понятия, сойти с разума или сойти с ума. Разум — это подвижная психическая структура. И мы часто сходим с разума. Например, человек разгневался, он сошел с разума. Любился — сошел с разума. Выпил — сошел с разума. Спать лег, разум не работает во сне. А ум работает всегда. Ум поддержит весь наш организм постоянно. И сойти с ума — это означает, что сломалась вся система. Понимаете? И система ломается, когда перегрузка психическая достигает самого максимума. И это возможно только, если это связано с верой человека. Если человек очень сильно верит в учебу, и он верит, что ему нужны эти отметки, то тогда в этом случае его психика будет напрягаться все больше и больше, пока не произойдет срыв. А если один срыв произошел, произойдет и второй. Трещина, когда в психической, в тонком теле наступает трещина, то ее залатать очень сложно. Тот, кто один раз получил срыв в психике, склонность ко второму разу уже становится очень явной. И психиатры говорят, «Ты наш человек. Скоро опять у нас будешь». И так говорят. Но молитва, кстати, освобождает от этой вероятности. Можно с помощью духовной практики избавиться полностью от психушки. И так, учителя не поверили в эти мои слова. Они считали, что родители неправы. И начался конфликт между родителями и учителями. Серьезный конфликт. Это была специальная школа определенная. И тогда пришлось подключать психиатра, который исследовал ребенка и занял мою позицию. Сказал, у ребенка развиваются психические расстройства. Если сейчас его заставлять учиться, то он пойдет в психушку. Уже с помощью исследований психиатрических это было доказано. Когда психиатр это сказал, мама реально испугалась. Хотя до этого она занимала позицию учителей. Больше. Теперь сразу я вам хочу задать вопрос. А почему мы не знаем, что происходит с нашими детьми? Почему мы даже не догадываемся, что наши дети на грани психического серьезного срыва? В чем причина? А причина, да, вот причина в том же самом. Мы гонимся за результатами. Вот смотрите, сейчас давайте проведем анализ. Допустим, ребенок получает 2. Обычно какая реакция? Стандартная реакция какая? Я тебе устрою сейчас. Ты почему получил 2? На эту реакцию какой ответ? На эту реакцию нет ответа. Потому что ребенок сам толком не может понять, почему он 2 получил. Это вам надо с этим разобраться. Вот когда вы успокоитесь, вы сядьте рядом с ним и спросите его, сынок, почему ты 2 получил? И это так спросите, что вы на его стороне. Спросите, может, вот почему, тебе нравится эта математика или нет? Он скажет, мама, что-то вообще не нравится. Или скажет, мама нравится, но у меня что-то башка не соображает. Или он скажет, мама, мне нравится, но у меня как-то, что-то мне тешится так, я хочу спать все время. Это разные ответы, понимаете, если он спать все время хочет, значит, у него развиваются трудности какие-то психические, серьезные. Если ему не нравится математика, то и никогда не понравится, понимаете, не надо его мучить. Ну, как бы на троечке вытягивайте, да и все, чтобы преподаватели не мучили вас. Можете сами ему помогать это все решать. Потому что поменять природу очень сложно. Сделать так, чтобы он вдруг научился решать задачки, если он не может, это всю жизнь надо потратить на это. Когда это сильно нужно. Вот, например, у меня плохая память на языки. Мне вот 10 слов иностранного языка выучить невозможно. Я буду их учить весь день и не выучу никогда. Но когда мне понадобилось учить английский срочно, потому что я не смог в Индии изучать все это знание без английского языка, то что произошло? То произошло следующее. я нашел способ, как мне с моей природой учить английский язык. я могу вам рассказать, как я ее учил. Я нашел книгу, которая была и в аудио формате, и одновременно в обычном книжном формате. Я сначала просто начал пытаться понять две-три строчки первых. Слушал их, слушал много раз подряд. И в конце концов каждое слово распознал, что с ним. И я сначала это даже просто перевел. Ну, просто перевел и потом слушал, слушал и выучил. В результате просто того, что я слушал предложение. По смыслу выучил. Понимаете? Не словами, а по смыслу. Потом страницу выучил, потом две. Потом всю книгу по смыслу начал понимать со временем через пару лет. Потом начал слушать лекции на эту тему. А потом только начал говорить. Я ни одного слова не учил. Я никогда не открывал словарь, не выписывал, ни это слово не учил. Где-то с третьей страницы я уже по смыслу начал о словах догадываться просто. Понимаете? Я сейчас так в Индии изучаю. Я считаю. И санскрит точно так же изучаю. А санскрит это сложнейший язык в мире вообще. Итак, возможно использовать себя везде. Возможно даже сделать невозможное, если сильное желание есть. Но если у человека нет этого желания, вы не сможете ничего с его головой сделать, потому что она не заточена на это. Понимаете? У меня сестра тоже три языка выучила уже. Но она это сделала, потому что ей это нравится. Это ее природа учить языки. Итак, интересно знать, что само желание просто не наказывать ребенка, а поговорить с ним по поводу его проблемы является главным проявлением любви родителей. Наказать можно в любой момент. Но наказываем мы по той причине, что мы не хотим ребенка понять, а хотим сделать так, как нам надо. Приведу один пример, насколько мы заблуждаемся в том, что ребенку надо. Ко мне пришел один мужчина с ребенком и спросил меня, Олег Иванович, сделайте мне, пожалуйста, индивидуальную диету по питанию. Сейчас это делают мои ученики, а раньше я сам с помощью тестирования продуктов определял индивидуально какие продукты кому подходят как. И я сделал ему диету и уходя он мне сказал, ну вот теперь я знаю, что нужно кушать моему сыну. Я говорю, как же так, я это вам сделал? Он говорит, а он такой же, как я. Я ему сказал, давайте я вам бесплатно сейчас ему диету сделаю, пожалуйста. Он говорит, у меня мало времени, если быстро, кто давайте. Я старался быстро сделать диету сыну, она оказалась прямо противоположной его диете. И он так удивился, он говорит, я всегда считал, что ему нравится то, что мне нравится. А ребенок это все ел из любви просто, из любви к своему отцу. Понимаете? И он говорит, теперь я понял, почему такой худющий у меня. Потому что он ничего не усваивается, он его никем кормил просто. это все частные случаи, но в целом система такая. Когда люди живут в страсти, они очень сильно хотят, чтобы дети были такими, какими я хочу. Так же, как и мой муж, жена хочет, чтобы он был таким, как я хочу, и поэтому пилит его. И она хочет так же, чтобы ребенок был таким, как она хочет, и поэтому она его мучает. Люди страсти мучают друг друга, потому что они хотят наслаждаться друг другом. Они не хотят любить, означает терпеть, думать, заботиться, понять. Они хотят наслаждаться просто друг другом. для того, чтобы ребенка воспитывать, нужно войти в благость. Означает внутреннюю жизнь активизировать в своем сердце, учиться молитву, прощать, просить прощения. Смотрите, ребенок сделал глупость какую-то. Если эта глупость грозит его жизни, надо просто его отдернуть от этого. Точно так же в ведах описывается точно так же, как птичка в гнезде крылом не дает своему птенцу вылезти из гнезда и упасть и разбиться. Точно так же мать может отдернуть ребенка, когда он выбегает на дорогу, или запретить ему идти на улицу, где курят наркотики, просто очень строгим, жестким приемом. Понимаете, о чем я говорю? Это не является отсутствием любви. Это не является так же насилием. Например, если вдруг по какой-то причине у вас пропадет зрение, вы пойдете не туда, а вас кто-то схватит за руку и поведет в нужном направлении, это будет насилием или нет? Но поймите, что у людей не работает разум. У них работает ум, сначала включается чувство, но разум формируется поздно очень. У человека разум включается нормально, начинает работать у женщин к 18 годам, у мужчин к 25, если они серьезно развиваются, а чаще всего в наше время у женщин разум к 25 годам, а у мужчин к 30 только начинает работать нормально. Почему? Потому что разум уже никто не развивает. Развитие разума означает работа над собой, воспитание хороших качеств характера, нравственные беседы. Вот сколько в школе проводится нравственных бесед? Да их почти вообще не проводится сейчас. Или проводится? Ну практически нет. Может быть в каких-то школах и есть, но очень мало. Там где-то есть воскресные школы православные, но это раз в неделю всего. А ведь надо-то каждый день. Ведь это главное образование до 12 лет человека. Это то, что он должен получить в свое сердце, и тогда он становится сильной личностью. Если до 5 человеку духовное знание дают, он становится сильной личностью. Если до 12 дают нравственное знание, он становится сильной личностью. Я, допустим, получал свое нравственное воспитание на патриотических фильмах вот этих вот советских. Не печалься от сменей злую долю племян по бурлящей России он торопит коня. Я смотрел на этих неловимых мстителей, они такие солнце поднимаются, они выходят. Думаю, какие нехорошие, таким хочу быть. Это очень сильно поражало мое обмышление. Вот эти вот фильмы, в которых чистота, нравственность проявлялась, патриотическая такая, советская. Хотя я сейчас не коммунист, но тем не менее я благодарен судьбе, что я получил нравственное образование в детстве. Хотя бы даже коммунистическое, не имеет значения. Потому что без нравственного образования это не жизнь. Сейчас смотрите, дети, что раньше игрушки были очень благородными. Рыцари какие-то, я помню, такие красивые были, со шлемами богатыри. Сейчас посмотрите, во что дети играют. Каких-то ужастиков, каких-то жутких мордов, страшные такие игрушки, демонические. Так или нет? Мультфильмы эти все, которые они смотрят, там постоянно обзывают друг друга, бьют, калечат, убивают. И это все мультфильмы из этого сотканы из какой-то алчности, жадности. Смотрите, мультфильмы того времени. от улыбки станет веселей и слону, и даже маленькой улитки, и пускай повсюду на земле, словно лампочки включаются улыбки, и тогда наверняка вдруг запряжут облака. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Это даже знание передается ребенку через эти мультфильмы, через эти вот все вещи, понимаете, это нравственное знание в сердце входит таким образом, незаметно. С чего начинается родина с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе, а может она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. А что в любых испытаниях никому не отнять? Веру. Круто? За то, что мы получили в том возрасте, а в этом что люди получают? Ничего. Ничего. Светится голова день рожденья и сегодня 30 лет и несут подарок поздравлений в красивый розовый букет. Зачем не знаю, я женским голосом пою, зачем не знаю. поюрз поюрз в поюрз поюрз Продолжение следует...